здравствуйте с вами интернет канал максимадзе и сегодня мы что мы делаем сегодня мы продолжаем играть в gta 5 winter edition это серия сезон 3 серии 6 сегодня мы че будем делать мы поедем к соломону ричардсу опять вновь спустя нам верном спустя много времени а в ней к мы не виделись мы возвращаемся к нему и мы едем туда сейчас весьма интересная сегодня будет серия я надеюсь никому позвонить нельзя короче говоря еще между тем я так рада что ты не умер постараюсь поговорить с мамой но она на тебя зли лица и злиться еще что я встречаюсь с одним парнем но честное слово он то что нужно он барабанщик и актер о серьезный ну и немного старше мне он тебе понравится прошу будь осторожен я люблю тебя трейси давно уже прислала это сообщение но я на него ответ я его заметил только сейчас допрыгаешься ты со своими кавалерами конечно вот чая вот кстати замечаю это то что давайте с другой стороны объедем что я вот замечаю это то что вот здесь на нас зайти то что вот у девушек у многих он парни есть у пацанов не так-то много вот у меня девушки вот нет на знаете ли все девушки вот которым не нравится вот даже в колледже такая блин это как ну как каштановые такие волосы и каштановый этот коричневый шоколад сказал я нравится он говорит а у меня жених есть для блин у всех есть ау почему не везет так а ладно у нас речь не об этом сегодня пошли посмотрим как там соломон поживает опана смотрите что делают смотрите качу делают а рока пелоси напустил на них какого-то старого жирного эй да ты герой эй вы чё там делаете а какие вы крутые парни избили пожилого человека он сам виноват у нас не договор майкл пожалуйста разберись с этими подонками с удовольствием ах вы модафакеры вы куда собрались то мы тебя один раз и избили а ты вернулся но это ничего здесь все сегодня мы тебя и кончим не знаю кто за рулем лучше вы еще бы в либерти сити в мизан это луис лопес бы тебя прикончил дядю твоего прикончила вот надо было завалить тебя прошлый раз тогда еще дебил ли был бойцом банды от щелоте а теперь занимаешься вот этим делом красавчик у меня всего лишь паралич но ты вообще ничего не чувствуешь вы задаете легкие вопросы это бегущий по горлышку с теми парнями тоже произошел несчастный случай майкл если бы мы встретились лет 20 назад я бы сейчас бы не был бы полным дерьми да и вас понимаю послушайте я понимаю что это нелегко но вы не могли бы сейчас приехать на студию хочу вам кое-что показать конечно сейчас приеду охранник заснул откройте шлагбаум открывай но да пофигу я так пройду надо было я пройду и так а где соломонта шлагбаум нельзя ломать этого не копов на нашли заходите заходите спасибо 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 я всего лишь горжусь для кинобизнеса да все таки да вы сентиментальный бандит без актерского образования вам абсолютно нечего сказать вы идеально подходите для этой работы ну ладно теперь молочите и взгляните на это о боже мой офигеть приятное чувство да наконец-то я чувствую что чего-то добился что-то сделал фильм добро пожаловать в шоу-бизнес отныне реальным для вас будут только иллюзии ладно майкл пойдемте покажу вам кое-какие пробные кадры думаю вам понравится хотелось бы услышать ваше внимание привет просто хотел сказать что взялся за ум я снимаю кино настоящее кино позвони мне интересно как дела с сохранениями я сохранился в прошлый раз до сохранился а то это на случай если серии не запишется по каким-то причинам на день тут после предыдущей серии лестер назначил нам встречу майкл друзья из бюро хотят поговорить я назначил им встречу на швейной фабрике приезжай скорее ладно поехали не волнуйся мы уже расстались он оказался уродом ну вот я так и знал откройте шлагбаум ух ладно а открылся наконец-то и чё себе джимми как антюнинговал тачку еще сигналку прилепил на нее но молбился ладно встретимся у лестера на швейной фабрике чик-чик но по словам лестера чудики из фрб опять хотят проворачивать с нами дела давайте займемся этим не хотелось бы но придется блин что происходит а просто наслаждаюсь небольшой дискуссии по некоторым рабочим местам понимаешь у нас намечается кое-что очень очень нехорошее не нужно изобразить тебя текстильного магната так что что тут ты производство прекратил в америке никто не вызывает подозрение чем тот кто реально готов сделать что-то толковое о боже а у тебя что тревор блин проблемы у нас бред ну да кто еще но с федеральным хранилищем теперь не выгорит по ходу без него мы не сможем особенно когда он сюда о вы здесь слабо где я твой бонфренд стив направляйте сюда да они здесь короче сейчас все накроется одним интересными это самое место всю жизнь над нами сидит нашел очень удивительно решите для меня это дело и я сделаю так что мистер летят вас отстань а если не решим когда меня ждет тюрьма вас пуля а факю дэйв я сто раз то слышал это уже не точно он вам все рассказал да разумеется он сказал что если мы сделаем как ты говоришь что вместе одолеем страшного серого волка правительственной коррупцией а если нет то нам всем виллы потому что управление не дремлет даже в нашем родном бюро нашлись идиоты которые сомневаются моих методах я мол обманщик изменник убийцы какой-то еще вор и что а то что они явно что-то знают вы ребята разведайте что именно чего ты хочешь чтобы лесорвлез системой потёр почистую нет нет так не получится сейчас туда доступ только из ваших зданий о ну зашибись майкл давай так ты окажешь мне неоценимую услугу а я прослежу чтобы досье на тебя исчезло обещаю тогда так если мы все сделаем будем с тобой в полном расчете окей разумеется я человек слова дэйв погнали давай лестер пошли удачи джентльмены единственное здание фрб так у тебя есть идея как это все провернуть ну пока что нет надо найти способ попасть в здание мы попадем внутрь через парковку нет подождем пока оттуда выйдет уборщик и как нам это поможет попасть вовнутрь у них нет уборщиков в штате но ребят оказывает спина и не просто короче на мы найдем одного из тех уборщиков и подкупим его ладно я тут лес базу данных агентства временных сотрудников корр файлы харви мой мирной знак 83 qsl 722 мы поедем за ним и подкупим его прекрасно я даже поехал не туда стив хейнс пообещал стереть досье майкла если мы не туда поехал если мы сделаем для него это дело не верю я чё-то ему он доверен не заслуживает только и делает что правильно дэйв говорит мистер лентяй сам ничего не делает одни мы за него все делаем мы на месте теперь ждем его руль красивый такой желтоватыми резинками этот прикольная машина но это не его номерной знак что ты думаешь про всю эту фигню ну либо они убьют тебя когда все это кончится либо ты дальше будешь заниматься этой фигней не придется тебя убивать это сделают другие да верно говоришь но надеюсь такого не не произойдет а вот и следующий нет знак похож но это не он мы сделаем эту работу по дороге тебе удастся стереть наш файл да и мы сможем выйти из игры вот это мне как раз таки и нужно так я слышал как завелся мотор сейчас еще один выйдет тоже прикольная тачка пикадор опять не тот номерной знак а я уж думал на хорошей машине поедет который мне нравится свобода бесценна ребят этим не проймешь я попрошу мистера хейнса выделить деньги за это может остаток денег с ограблением полета избавок не обойтись так все таки около пятиста тысяч нет опять не он все таки около пятиста тысяч баксов нам выделили фрб надеюсь вы помните тот момент после ограбления полета где разделил деньги агент сенчез и забрал все остальное 6 миллионов для фрб каждому из героев вот он вот он вот он надо поехать за ним каждому из остальных героев по четыреста сорок три тысячи баксов выделили в этот раз он тоже он должен с нами поделиться просто обязан такие дела да жуткие хартизы так надо на расстоянии держаться а то мы спугнем его терпеть не могу эти миссии когда надо на расстоянии держаться ну а добавляет еще то что чувак соблюдает правила дорожного движения умереть свой смартфон или что там проешься он соблюдает правила дорожного движения что очень сильно задерживает время а в в в в в в в в в нет слишком близко подъезжать не будем я пока что его вижу нормально но он вроде бы недалеко живет я думаю мы не будем слишком долго преследовать его да я только что говорил с агентом хейнсом у него у нас будут деньги после этого дела это рискованно слишком рискованно он он едет по той стороне надо он смылся проклятие да блин машин машины вот эти куча машин не дала нам проехать и мы его упустили блин как лестер говорил со стивом хейнсом по переписке что ли вот для чего он держит там свой смартфон блин в руке для чё там у него сейчас правда не держит но до этого держал во всяком случае он говорит что деньги мы за это получим но уровень доверия у него снижается так что гарантировать не стоит пока я на самом деле не помню выдаться он нам деньги или нет не помню серьезно эх опять остановился да что ж такое а так его дом здесь он останавливается притормози немножко дальше сходи поздоровайся харви моллина эй марлин как работает кавельное подключение прекрасно прекрасно извините я спешу и когда нибудь что то нужно что это он а он меня не угостишь харви кто ты тот кто тебе нужен я дам тебе деньжат все что ты должен сделать это взять отпуск на некоторых я работаю на двух работ отпуск я только за хочешь пью только вот эти комбинезон и твой пропуск слушай харви может это лишнее но я скажу если не станешь играть по правилам не придется делать то чего не хочется не скучай он даже ничего не заподозрил подозрительного меня это радует успешно да так отвези меня обратно на фабрику это нам понадобится потом вот эта вот сумка прикинуться уборщиком думаю что ты был прав стив хэйнс тюрьмовый начальник я позвонил франклина пока ты был внутри зачем он нам все-таки грязная работа это сбор информации какой информации планы офиса в электронном виде их нет ну или есть но недостаточно они недостаточно умен для такого архитектор работает в лосантосе я подумал что фрэнк мог бы взять его планы если я собираюсь найти способ обойти правительственную систему охраны панк понадобится много чего миллионы правительственные ключи контракты лицензионное воровство блин не те контракты подписали он уже здесь капот открылся надо будет закрыть его ладно я пойду вперед а то ты медленно ходишь что случилось дружище стив пакет хейнс но ясное дело стив пакет хейнс а кто же еще но не скажи еще есть варианты стив хейнс или трэвор или его семья кто там из них всегда кто-то из них я жирный старый мотопака у меня семья паршивые друзья не к черту я же тебе говорил франклин я не образ для подражания да ладно или с тобой или травку толкать по любому под пулями ходишь да спасибо надо что-то разузнать о здании фрб уязвимое место или проход какой надеюсь мне в следующий раз попадется нормальный психически не уравновешенный погрязный агент но я бы один не отправлюсь ну стоп стоп пока никто никуда не отправляется нам надо еще кучу ток информации собрать дерьмо нам нужны строительные чертежи но в сети их нигде нет придется раздобыть бумажные копии так имя архитектора чип петерсон у него офис blackton street ясно франклин проследи за ним потом мы все обсудим ладно я понял осторожней там да да хорошо лестер пока планы будет составлять а в следующей серии мы на пай проникнем в здание фрб и заберем какие то там файлы данные в в этом задании будет следующей серии это будем выполнять будет два варианта на выбор как ограбление тонкий громкий не помню какие здесь там на вертолете есть или превратится в пожар притвориться пожарными здесь как всегда мы выберем второй вариант который был который не был в первом прохождении будет другой вариант в следующей серии все узнаете пока мы едем к майклу домой встретимся ой надо майклу нужно отдохнуть встретимся у него чик-чик ух после всего этого отдохнуть нужно наконец-то наконец-то на следующий день привет а а здорово слушай прости что я тебе хренью тупо цикла иногда на меня так находит что я себя контролировать не могу у меня куча проблем моя жизнь полная дерьмо я не знаю чего ждать от нее но должен сказать что я тебя люблю похоже на всякую фигню конечно я сказал что это же попахивает голубизны но у меня есть нормальные друзья некоторые правда мне не нравятся я не сучу знаешь иногда ты ведешь себя как настоящий псих совершаешь дерьмовые поступки и не знаю люблю ли я тебя но совершает точно немного ненавижу но все же я расстроен что мы с тобой редко видимся ты никчемный алкаш но ты все-таки мой папа знаешь что никто мне никогда не говорил таких приятных вещей так ты мне купишь машину что нет я не в том смысле что так ты мне купишь машину я просто спрашиваю купишь ли ты мне машину ну во первых я толстый сранец которому ты испортил жизнь во вторых я найду работу в рушу курить всякую дрянь теперь все таки этого хочется я тебя тоже люблю сынок но тебе придется пойти работать потому что у меня пока нет денег чтобы купить тебе машину кроме того через пару недель я все равно стану трупом наверное но только не умирай пожалуйста хорошо что мы увиделись да слушай а как там твоя мама а все отлично она скучает этот весь заворающий тантрический секс которым она занимается гораздо более молодым лучше сложным заботливым и страстный мужчины чем заниматься ей 6 часов какого хрена а извини я тебя просто дразню она все по прежнему на тебя злится но все ты бои но все таки боится что ты умрешь и хочет чтоб ты пришел и доказал что она тебе не безразлична окей окей я понял намек поехали заходим трейси по дороге с трейси тоже все не так просто она звезда ну вроде того бин машин садись садись в фургон мою машину желтую машину надо чистить от снега ну и что у вас там новенького ну знаешь то одно то другое не знаю а у тебя чего нового? ну это разное это все сложно сказать да да я понял тебя ездил за город да было дело но я это все решил давай только не будем делать вид что это связано с нами те обезьяны и ладнина с автоматами что разъезжают на тачках тонированными стеклами мне показалось что тебя не оставили выбор ладно вот и они Фабиен тоже прелесть какая похоже нам надо подойти к ним никакого кофеина у тебя почти целый месяц запоры можешь чуть меньше изображать тебя любовника эй потише я тут сценарий пишу тихо женщина привет Аманда Фабиен Майкл привет Джимми ну и парочка просто идиллия эй наверное срут эй это мой сын пошли Аманда пришел заказ на новый костюм приятель обращайся с моей женой все таки поуважительнее а тем не менее следует есть мясо она блокирует потоки энергии неприятно приятный организм не желаю этот бред больше слышать я тебя уже просил один раз вежливо Майкл врежь ему пожалуйста тише женщина о с удовольствием дорогая у меня на массе законченная работа это были только цветочки братан он жив он в порядке слушай Аманда я хотел бы с тобой поговорить знаешь я мам он хочет сказать что он старый жалкий алкаш который нуждается в тебе что ты заслуживаешь большего чем модный инструктор йоги зацикленный на своем анус кто-то сказал заткнись думаю может попробовать есть еще один шанс вот чем я прошу на нейтральной территории в офисе доктора фидлендера отлично давайте соберемся там я привезу трейси тебя встретить? да так ты давай идиот вставай йога нет никакой йоги бросил трубку знаешь где твоя сестра да? постой постой может выбьем немного другой раз я бы тоже бы не отказался но не сейчас блин что у него надписи то сквозь кофту то проходит блин осторожней куда ты лезешь то блин куда ты лезешь то блин чё тебе надо то блин чё ты ты офигел же ты с обычной выворачиваешь блин дебил блин а в тату салоне трейси короче говоря опять лазло опять в стыде славы хочется устроиться мы же и кастинг сорвали с он бросил трубку видимо случайно позвонил здесь вот он тату салон мне нужно что-то такое чтобы говорила что я способен к насилию но в постели мне нет равных так что послушай детка если хочешь попасть в Вейнвуд ты должна быть готова на всё даже если это всё депрессивный почти что алкоголь который ведёт шоу талантов третья популярность среди 40-летних женщин значит ты меня возьмёшь в шоу если я делаю теми нет да ищу чёрную поману малыш любит готический стиль ооо лазло эй у меня такого мыслях почти не было Джим найди ты тувировщика и сдержи его лазло сейчас потребуются коммерческие услуги тихо тихо не дёргайся понял бра нет я уже давно не паникую ааа ты чё палатку тут строишь ну ты псих конечно ааа ты что сделал из меня кипстера в рот мне ноги оооо ааа ааа блин красота не так ли? сейчас от этого избавимся ааа что папочка номер два скажет на это а? давай ка не будем этого увлекать во всё а? так ну ка посмотрим как тебе вот это понравится посмотрим как на тобой поржут все когда у тебя на вид расслабься почаще футболки одевай теперь ну вот это и не сотрётся красота есть телефон с камерой или зеркало? хочу посмотреть да я сейчас тебе достану зеркало и разобью черепушку эй чик 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 ооо так то вот нет нет это же моя верминовежка мой хвостик теперь мне парик нужен тебе нужно сделать то что хочет моя дочь держать свой стручок подальше с ней слушайте это была шутка я же клоун одинокий грустный клоун слышь ты дашь ей роль в своём шоу и позаботишься о том чтобы она выглядела прежде да у меня есть ли я не в этом городе но черт возьми я же не волшебник ты сделаешь это да да постараюсь ладно трейси погнали нас ждёт психотерапевт ну я позвоню ещё да вашей семейке точно нужен психотерапевт мой хвостик как я теперь выгляжу совсем охренел моей дочери предлагать такое дочери майкла в смысле да и и и и и майкл научился в тюрьме татухи набивать себе что не забь, но мне кажется твой психотерапевт не слишком то помог изменить твою психику я не очень то понимаю почему он нам сразу четверым должен помочь Слушай, это была мамина идея. Ну, всяко бьёт йогу по всем статьям. Вот, папа точно бьёт йогу по всем статьям. Как тогда Фабиена по башке. Старикан развалил внутреннее спокойствие по всему двору. Я понимаю, это плохо для кармы, но, честно говоря, я его ненавижу. Такой дебил весь из себя. Гибкостью и растяжкой хвастается только и делом. Да, шелангуля. Ладно, в этот раз мне придётся ответить на звонок. Минутку. Алло. Да, давай. Лёха звонил, короче, мне нужно. Так, 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 так. Так, где доктор-то, кстати, находится? Ну, не так далеко мы доедем. Мне, конечно, не очень нравится этот доктор Фридлендер, которому мы сейчас едем, потому что он... ...во время сеанса только и делает, что смотрит на часы. Смотрит на часы и ждёт, когда кончится сеанс. И при этом ещё и цены завышает. Зарабатывает бабки, просто ничего не делая. Так, мы доехали. Сколько времени на часах? Утро. А я думал, что вечер. Майкл, дети, идём внутрь. Никаких ссор. Аманда, привет. Рад снова вас видеть. Майкл, какая встреча. Здорово. Здорово, правда? Фантастика. Майкл, давай позитивнее. Да, я позитивен. Я-то и позитивен. Перестань. Твой сарказм... ...одна из причин, по которым мы расстались. Это ничь твоего достоинства. Нет, Аманда, это не так. Не трожь мою достоинство. Не, буду. Ведь твое достоинство... Да ты целыми днями работаешь над собой. Соревнуешься и снаружи, и изнутри. Но знаешь, прогресс идёт офигительно медленно. Откуда тебе вообще знать, что такое прогресс? Мокрушник ты сраный. О, блин. Потому что ты постоянно ноешь. О! Да, я всё время ною. Майкл, прекрати уже убивать людей, а? Майкл, пожалуйста, прекрати подвергать опасности меня и наших детей. И ты убиваешь людей, а потом греешься на солнышке. Пьёшь, терзаешься за чувством вины. Это не работа. А что ты не жалуешься, когда я получаю деньги в банках, а? Посмотри правде в глаза, Аманда. Мы с тобой, милая шваль. Нас только этому и учили. Майкл, у тебя нет точки опоры? Тебе нужна точка опоры. Может, ты сделаешь не мне? А? А впрочем, нет. Сначала нам обоим надо обвести точку опоры. Какой же ты всё-таки животный, а? Ты совсем спятил. Ну, разумеется, я спятил нафиг. А как же иначе? Тупой говнюк, надо было давно тебя под замок сдать. Ну, попробуй, попробуй. Я отправлю тебя туда же, куда и всех остальных. На кладбище. Ну вот, время нашего сеанса подошло к концу. А? Супер. Я считаю, что мы добились определённых успехов. О, Майкл. Надеюсь, это и так очевидно, но семейная психотерапия стоит дороже. Да, конечно. Четыре раза. О, да, конечно. Ты же любишь завышать цены. Ну? Поедешь со мной домой или нет? Ну, попробуем. Вот и отлично. Дети. Ну что, отвезёшь нас домой? Четыре тысячи баксов. О, жадный какой доктор, а. Знаешь, я в какой-то момент подумал о чём. Не знаю, может у нас всё не так безнадёжно, может нам нужно больше времени. Времени на что? На то, чтобы продвинуть наши отношения немного дальше. Знаешь, так забрызгало. Нет, такое уютное чувство. Наверное, от всех колёс. Да, точно. Катарис. В общем, я не хочу, чтобы у нас всё оставалось так же, как раньше. Плохо всё. Я просто говорю, что ты права. У нас что-то всё-таки поломалось в отношениях. Надо это исправить. Причём все вместе. В натуре. По-моему, мне кое-что ясно стало. Никто другой не поймёт нашу семью. Ни доктор Фридлендер, ни мой учитель Йоги, ни наш тренер по теннису. По пенису. Никто другой. Ни школьный учитель Джимми. Ни мусорщик. Ни папин практиколог. Ни чувак, который косит по Иисусу на пляже Виспучин. Ни тот хиппи, который думает, что грядёт конец света. Мы связаны с друг с другом. Перемену. Всё это лоша ФРБ. Это чудовище Тревора. Дядю Ти, вообще фиг объяснишь. Он приедет на следующий сеанс? О! Нет, конечно. Ещё кое-что, Майкл. Постарайся, чтобы нас не убили. И не убили тебя. Это возможно? Постараюсь. Всеми моими вибрами. Моей души. Всеми силами постараюсь, чтобы этого не произошло. Обещаю. Больше никаких проституток и женщин. Да, Пава, конечно. Конечно, не будет. Ты тоже, только не изменяй, ладно? Вот мы и дома. Знакомое место, не так ли? Дети, осмотрите комнаты. Если найдёте трупы, дешёвые шлюхли Тревора, мы заселяемся в отель Рохфорд Хиллс. Да, да, конечно. Наконец-то семья Майкла вернулась домой. Как я счастлив. Опа-на. А где Тревор? Тревор отвисает, вообще хрен знает где. И снова в живых только остался я. Убив всех этих чудиков. Байкеры это. Точно байкеры. И добьём их до конца. На всякий случай. Вроде бы это всё. Переключаемся на... Франклина. Но этим мы займёмся в следующей серии. Майк, это Франклин. Я слежу за архитектором. Только не облажайся. Окей. Так, короче. На этом всё. С вас лайкос подписывайся с меня и эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok